Уважаемые студенты, гости, организаторы данного яркого и незабываемого мероприятия, сегодня вашему вниманию я хочу предоставить свою книгу «Акбай на карте Казахстана» о маленьком поселении, которое расположено в Сайрамском районе Туркестанской области. Своё выступление я хочу начать строками своего стихотворения. Кто не знает творчества поэтов, книжку, кто ни разу не читал, за детей не может быть в ответе. Разум жизни он пустую потерял. И что же меня мотивировало написать данную книжку? Вот тут мне хочется сказать несколько слов о проектной работе, которая была предложена нам издательством «Златоуст». Тема проекта «Страновический компонент при изучении РКИ». Мы не думали, что это станет основой нескольких ярких, незабываемых событий и открытий. Так, вначале нас насторожило, а сможем ли мы, учителя сельских школ, справиться с такой формой работы? И каждый хороший труд вдохновляет на дальнейшие поиски. Вот благодаря данному проекту у меня появился собственный проект. Это легенды и лингвистические сказки при изучении языка. Вашему вниманию я хочу предоставить несколько книг. Первая моя книжка совместно с учителями русского языка мы опубликовали первый сборник «Души. Открытый размах». Так, «Франзая вечность» — это моя вторая книжка. Так, «Вечная страна моя». Вот это сборник, куда включены работы поэтов и писателей Сайрамского района. Я очень горжусь, что я стала переводчицей работ на русский язык, которые включены в данный сборник. Я уже говорила вам о страноведческом компоненте при изучении языка. И вот тут вы можете обратить внимание, что именно у нас в Шемкенте проходила конференция, куда мы были приглашены и нас познакомили с данной проектной работой. Вот благодаря этой проектной работе я сказала, у меня свой проект. Недавно я была в Стамбуле по курсам. И что удивительно, со своими коллегами я в Стамбуле поделилась, как говорится, своим проектом, познакомила. И вот у них вызвала, как говорится, не я, а этот данный проект вызвал интерес. И после прибытия обратно в республиканском журнале на казахском государственном языке один из блоков данной работы я опубликовала. Не только учителя, но и ученики, и преподавателя вуза были заинтересованы данной проектной работой. Вот вы сейчас, наверное, удивляетесь, почему я много говорю о проектной работе, а не о книге. Вот просто эта проектная работа стала основой. Вот тут университет педагогический тоже был заинтересован. Они разработали свой проект. И в прошлом году они провели олимпиаду анамасика Южного Казахстана. То есть тоже построен на страноведческом компоненте. И я вам сегодня хотела бы показать маленький ролик ученика 10 класса, который занял первое место благодаря своей проектной работе. Мне поможете? Ролик. Спасибо большое. А здесь он выключается. Мама, нас вернуть надо было сначала, да? Нет. Здесь он выключается. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok